Так, ну что, всем привет! Как и обещал, сутрица обзорка, полдвенадцатого, сейчас восьмой, извиняюсь, января, всё время путаю. В общем, по биткоину, как вы видите, опять та же самая ситуация, что у нас была вот здесь вот, ну, здесь частично, ну, по большому счёту, как здесь. То есть, повторяется ситуация, как была 4 января, опять происходит выкуп, не дают биткоину вообще пойти вниз, ну, скажем так, откупили вот здесь вот по, сколько, 36500, здесь по 37000 и провели цену дальше. Поэтому, я думаю, мы дальше будем расти, по четырёхчасовику отката никакого, по часовику тоже, видите, всё выкупают, всё выкупается и вниз вообще не дают идти цене. То есть, провалили цену на, сколько получается, 4000, почти там, 3500 и погнали дальше. То есть, поэтому здесь откуп, здесь откуп и отката вообще никакого нету, пока что не можем перебить ТС-9000, максимальные хайи были 40-365, я уже во вчерашнем видео говорил, можете посмотреть тоже на канале. Дальше, ну, давайте по эферу, я сначала сделаю разбор основных монеток, а потом тех, что просили в комментах. По эферу, по эферу тоже отката никакого, ниже 1165 пока что не идём, тоже, видите, произошёл откуп по 1000 долларов и мы готовы идти наверх. Ну, наверх, опять же, такие уровень я вчера показывал, 1440, ну, а дальше уже To The Moon, да. По XRP то же самое, отката никакого нету, видите, если бы мы завалились вниз красной свечой, допустим, на 4-х часовике отката тоже никакого. Здесь тоже, ну, то есть, ну, как, мы откатились немного, понятное дело, с 35-ти, там, до 30-ти центов, на 5 центов вниз, но сильного обвала, как такого нету, видите, и всё выкупили. То есть, если бы мы упали бы, была бы красная свеча вниз, и, то есть, были бы активные продажи, но, как вы видите, всё выкупают, и XRP готов ещё идти наверх. И, кстати, ХАИ были у нас по 37 центов, поэтому и в районе, там, 30-ти, 27 центов у нас уровень, ну, даже 28 поддержка. По NEO, по NEO тоже, видите, отката никакого, всё выкупают. Если на часовике, посмотрите, убрать вот это вот, то тоже у нас откуп произошёл по 19, здесь по 18, ну, и пытаемся идти на ретест с 22-х долларов. Дальше, по Qtum, по Qtum у нас тоже произошёл откуп. Да, тут небольшой откат случился, конечно, ну, сколько тут процентов, 5-10, наверное, ну, да, даже процентов, ну, около 10-ти процентов, там, может, 15-ти. Мы откатились, но, опять же-таки, всё выкупают, если посмотреть на часовике, да, мы завалились ниже 3-х долларов, но, опять же-таки, я думаю, выше готовы будем пойти, посмотрим, как будет двигаться ситуация с битком и с остальными монетами. А, да, когда на то же самое откуп произошёл, пока что здесь мы откатились, понятное дело, там, на 4 цента, даже на 6, но, как видите, вниз, ниже 24 цента мы не валимся. Дальше, XLM, по XLM, по XLM тоже у нас произошёл откуп, то есть, откуп, как вчера происходил, так и сегодня, то есть, да, мы сегодня завалились, ну, как я и говорил вчера, что будет небольшой откат, как минимум, там, 5-10%, ну, может быть, даже 20, ну, если здесь посмотреть, мы даже на 30% откатились, поэтому, ну, если брать по телу свечи, допустим, то откатились мы, ну, хорошо, на 15%, может, даже 20%, но это закономерный откат после такого сильного роста. Ну, опять же-таки, как видите, откупили всё на 26 центов и загнали цену опять обратно за отметку 31 цент. Ну, и, соответственно, тут у нас, ну, по крайней мере, по бирже Binance all-time high, то есть, максимальный хай. По линку, по линку тоже у нас произошёл откуп, да, я не отрицаю, что на выходных мы можем завалиться ещё ниже, поэтому будьте осторожны. Вчера я, кстати, рекомендовал, если хотите частично, можете зафиксироваться, но, опять же-таки, я ещё ожидаю, я ещё не фиксируюсь по всем монетам. Единственное, что я зафиксировал, это Matic. Сейчас посмотрим тоже на него. Ниже 17 долларов, упали мы до 15, но, опять же-таки, если, кстати, смотрите, интересную особенность, объясню, что не откатывая цену, не откатили до 14 долларов и тем более ниже. То есть, мы не дошли даже до этой границы, значит, вот как здесь, допустим, да, нас не опускали ниже до 14 долларов, хотя это уровень здесь поддержки, здесь сопротивление зверхкальный. И почему не опускали? Потому что не хотели создавать, ну, не то чтобы по никсейлы, но чтобы шли активные продажи, потому что могли попытаться продавить уровень. И максимально удерживали выше 14 долларов, значит, что? Значит, готовы ввести цену наверх. И, соответственно, ее потом повели. Та же самая ситуация здесь. Понятное дело, что могут обманывать, могут сделать, что якобы идем наверх, но потом обвалят вниз еще больше. Но, опять же-таки, будем смотреть и ориентироваться уже по ситуации. По лайткоину. По лайткоину та же самая ситуация, что и по биткоин, и по эферу. То есть, мы откатились, да, ниже 166, но следующая у нас граница 185. Если посмотреть по месячному таймфрейму, да, здесь 185, ну, а потом более глобальная такая 218-220. Опять же-таки, тоже откупили. Будем смотреть, восстановимся ли мы за 166. Ну, уже мы пошли на ретесты и откупили здесь по 150, поэтому везде по всем монеткам пошел откуп. И я бы не переживал по этому поводу. Дальше по Монеро. По Монеро тоже откупают. Ну, по Монеро ничего особенного. Стоим тут в боковике, пока мы за 150 долларов не вышли. Говорить особо не о чем. По BNB. По BNB здесь, кстати, то же самое. Видите, откуп у нас произошел по 40 долларов. И, как вы видите, все продажи скупаются и не довели нас даже до этой границы. Видите, здесь у нас был сопротивление, здесь поддержка. И, соответственно, здесь тоже не доводят и готовы идти наверх. Но пока что выше отметочки здесь, если на часовике посмотреть, то здесь у нас 44,9. Но здесь 44,5. Мы пока что не идем. Дальше EOS. EOS по EOS тоже самое. Откуп. Сейчас посмотрим. Четырехчасовик. И по часовику видно, что 2,9. И, соответственно, цену опять загоняют за 3 доллара. Ну и следующая отметка 3,35. Сейчас покажу, почему 3,35. Потому что здесь это был уровень поддержки. Если глянуть вот здесь вот. Сейчас покажу. Да, здесь вот у нас была поддержка. Ну и, соответственно, здесь вот уровни такие мелкие. Уже 4 доллара. Ну и основная отметка 5,5, 5,5 долларов. И вот здесь вот было 4 доллара. Хаи. Поэтому смотрим дальше. Опять же таки произошел откуп. Ну ситуация один в один. По-моему, как по линку. По-моему, как по линку. Сейчас глянем. Да, вот как по линку. Та же самая ситуация. То есть один в один. Соответственно, ниже пока что не пускают. И тоже большую часть объема выкупили. Поэтому смотримся оптимистично. Ну если, опять же таки, на выходных не произойдет обвал. Либо, опять же таки, сегодня. Ну будем смотреть. Но пока что в моменте все выкупается. То есть по йоте то же самое выкупается. Не дают завести ниже 37. То есть, видите, мы не падаем до 34. Хотя здесь был уровень поддержки. Смотрите, 34.06, 34.05. И соответственно, вот здесь вот вчера выкупали в районе 35. То есть крупняк все скупает и готов еще повести наверх. Ну и следующая у нас граница. Ну для начала здесь 42 доллара с половиной. Ой, цента. А потом 45 центов здесь. Так. Ну что у нас еще по дэшу? По дэшу то же самое. Откуп. Вчера наверх не пускали. Выше 108 долларов. Кстати, вчера мы по 100 долларов стояли. Сегодня, как вы видите, нас не пускают. Загнали вниз. Ну и здесь у нас лимитник 92 доллара. Идем на ретест 100 долларов. Пока что, если на 4-х часовике, то... Ну то же самое с ситуацией. Откатились опять же таки. Но здесь лимитник видно, что выше 100 долларов пока в моменте не пускают. Так. Что там еще у нас? Вейвс можно глянуть. Вейвс по вейвсу. По вейвсу то же самое откупают. То есть пытаемся закрепиться выше 6 долларов. Но пока что в моменте... Ну то есть откуп произошел. Сейчас гляну, какие монетки меня еще просили. Так. Дот монетку меня попросили. Ну дот я и так делал обзор. Ну сейчас глянем еще. По доту отката никакого. Но опять же таки, я вчера тоже говорил, что лучше частично уже зафиксироваться. Если не большую часть объема. Но опять же таки, монетка может пойти еще выше. Но как я и говорил до этого в своих предыдущих видео, что как только мы выходим за 6 долларов, 6,5, а тем более 7, мы улетаем. Соответственно мы улетели и закрепились в районе там 9-10 долларов. То есть и пока что выше 10,5 не пускают. Тоже скупают здесь. Если посмотреть здесь, ну пока что накопление позиций продолжается. Здесь все выкупали, как вы видите, 4-го числа. Но в моменте пока что не пускают ниже 9 долларов. Но я все равно сильно не надеялся сейчас. Ну дело ваше, конечно. Но я все-таки часть бы зафиксировал, по крайней мере. Ну фиксировать, конечно, надо было лучше пораньше здесь по 10 долларов. Ну в принципе по 9 долларов тоже неплохо. Там откатились мы на сколько процентов на 10. Не слишком много потеряли. Поэтому тоже откуп происходит, но ничего особенного. Так, дальше ТЭТа. Тоже попросили по ТЭТе. По ТЭТе та же самая ситуация. То есть она уже свои основные движения сделала. Может сделать еще, не отрицаю. Но по большому счету она уже свои движения сделала еще с июля месяца. То есть она и так подросла уже. Сейчас покажу на сколько. Если здесь отдалить. С июля месяца она подросла здесь. Ну в 9 практически, в 10 раз даже. Да, в 10 раз она подросла. Если брать, допустим, сколько она подросла там с осени или с декабря того же самого. То есть она подросла в ТЭИ. Может даже в 3,5 раза. Поэтому я бы особо на нее особо надежды не возлагал. Поэтому здесь откуп то же самое продолжается. Если на часовике, то вниз пока что не ведут. Ну откат есть, понятное дело. Но как и здесь. Но я сильно не надеялся. Потому что может быть ситуация как по Монеро. Смотрите. Тоже мы здесь вроде бы все выкупали. Вроде бы закрепились. И потом упали вниз. Понятное дело, что Монеро восстанавливается. Но дело ваше, конечно. Но я все-таки фиксировался. Если вы ее уже давно держите. Так. И еще там Доги Коин я забыл. Доги Коин. То же самое. Ну ситуация как по ТЭТе, кстати. Поэтому отката никакого. Дальше накопление позиций. Можем пойти на верхние. Не отрицаю. Но я думаю таких прям ультра сильных движений уже там в 2-3 раза. А то и в 5 уже не будет. Так. Ну по Иосу. Я вроде бы делал. Что по Иосу еще раз. Ну в принципе я уже говорил. То есть ситуация как по Линку. Я уже объяснял. Если что. Ну можете переслушать. Дальше. Тэфюэл может если интересует. Та же монетка. Что и... Ну вот. Тэта фюэл. Да. Это две монетки. Которые. Скажем так. Одинаково двигаются практически. Дальше. Что здесь. Ну. Здесь по 2-4 цента. Стоим. Ну опять же таки основное движение она уже сделала. Если посмотреть вот здесь. Таи 4х она уже дала. Даже 4.5. Поэтому. Опять же таки тоже. Если хотите можете часть зафиксировать. Но на данном этапе она конечно валится. Но вниз пока что ее как видите четко уперлись в уровень. Здесь 23. 356. То есть практически тик в тик. Здесь мы уперлись. Ну опять же таки все выкупают. Но. Если будет сильный обвал. То монетка посыпется конечно сильно. И упадет. Ну вот уровни. Сначала вот здесь вот ловить в районе 12 копеек. Ну может быть в районе 16. Поэтому. Если будет падать. По Аде еще раз могу пересмотреть по-быстрому. По Аде Кардана. Ада Кардана тоже самое выкупается. Ну я не знаю. Тот человек который мне написал. Вот практически все монеты что он написал. Уже основные движения они свои сделали. Если вы конечно хотите на всю котлету сейчас зайти на полный депозит. То я бы конечно не советовал. Ну а там дело уже ваше. Потому что сейчас монетки уже основное свое движение сделали. Там 2 ТХ, 2.5. Поэтому. Те монеты что вы мне написали. Она. Они конечно. Уже отработали. И можно конечно докупиться в долгосрок. Я не отрицаю что может еще там дать 2 ТХ и так далее. Но. Основные движения уже прошли по этим монетам. Скажем так. Аль Сезон по ним уже прошел. Поэтому. Если хотите можете конечно купить на свой страх и риск. Но опять же таки на часть какого-то депозита. И сильно. Не возлагать надежды что они там ультра стрельнут. Потому что они уже свое отыграли. Но опять же таки по ним тоже самое откуп происходит. Но я бы смотрел бы внимательно по выходным. Но на выходных может быть либо сильное движение наверх. Либо опять же таки сильная коррекция вниз. Белл там еще попросили монетку. Белл. По Беллу. Если по Беллу посмотреть. По Беллу то же самое. Продолжается накопление. Если в плане средний срок. Долго срок. То в принципе можно держать. Потому что накопление сильное. Находимся мы в канале. Если даже показать здесь. Так. Ну вот. Мы находимся в канале. Соответственно происходит накопление. Если хотя бы мы стрельнем с текущих значений. Там на 2 икса. Но это нам надо стрельнуть хотя бы до 1.8. 1.8. 1.9. Поэтому. Если в плане среднего срока. Там. Можете в принципе подержать. Поэтому. В плане инвестиций. Монетка неплохо смотрится. Накопление в канале, поэтому Ну, я думаю, 2 2 ТХ может даст, поэтому Можно дальше наблюдать Ну, то есть в боковике находится, ничего тут особо Комментировать нечего, дальше накапливает позицию Ну, по суше тоже самое абсолютно То есть накопление Вернее, не накопление, а продолжение Движения идет, но опять же таки, основное движение Она свое уже отыграла И я бы особо на нее не ставил То есть она уже дала сколько здесь Если брать вообще с минимальных значений 7 иксов, ну 6-7 иксов Она уже дала, поэтому Откуп по ней продолжается, то есть видите Большую часть объема выкупили Если на 4-х часовике 4-х часовик, здесь То же самое, отката пока нет, но она растет Сейчас ее покупать вообще бессмысленно, то есть надо ждать Какого-то отката И если вы надеетесь на какие-то большие иксы Она может еще подрасти, я не отрицаю, может она еще Там 2 раза вырастет, откуда мне знать Поэтому, здесь опять же таки Тоже мощный откуп произошел, но она уже Дала свои иксы В основном, поэтому Я особо на нее сейчас не ставил Те монеты, что вы мне спросили Там Дот, Суши, Тета Я не знаю, что там еще Ада Кардана Они уже свое отыграли По большому счету Можно докупить в плане долгосрока Вот я не против Но В плане там допустим Ну опять же таки, я бы ждал бы все-таки Хорошей коррекции Там в 20, ну вернее Даже наверное в 30-40 Может даже 50% Поэтому, ну когда она будет Я обязательно запишу еще один видеоролик Так, по линку Ну по линку я уже говорил Тоже самое ситуация, как по Иосу Тоже здесь откупили Откат произошел, понятное дело Но большую часть объема на продажу Выкупили, поэтому И не довели Опять же таки, я уже объяснял Эту ситуацию, можете пересмотреть Так, Юни Юнисвап, да? Юнисвап По Юнисвапу то же самое Движение уже отыграло По большому счету Здесь она тут 3х дала Если тут, то 2х Ну опять же таки Здесь ее выкупают В принципе может еще прийти наверх Отката никакого нету Особого То есть выкупили Практически весь объем 80-90% Выкупили И соответственно Вниз пока что не идем Ну а здесь Уровни Ну я бы смотрел бы В районе 7,5 Здесь вот Ну и по этой свечке 8,6 Поэтому Отката сильного нету Но опять же таки Она в хаях находится Я бы конечно Ну я лично в нее Не буду заходить Потому что она здесь стояла В накоплении Это было видно Ну опять же Как вы спрашивали По Беллу По Беллу То же самое В накоплении Вот сейчас конечно Хорошая возможность Зайти Потому что если она стрельнет То стрельнет может 2х как минимум Поэтому Потому что она до сих пор Находится в накоплении И здесь накопление У нее идет уже 2 Даже наверное 3 месяца Даже наверное 4 месяца Поэтому Ну то есть 3-4 месяца Она уже в накоплении Так дальше Атом По атому По атому Что по атому Сейчас отдалим По атому ничего Здесь уровень у меня Немного неправильно стоит По атому Тоже находимся Скажем так В канале Если здесь взять Да Тоже находимся В накоплении Но опять же таки Монетка находится в хаях Я подождал бы конечно Какого-то отката Поэтому Здесь вот Такие вот дела По этой монете Я в принципе Сейчас бы не спешил заходить Но в принципе Она откатилась Сейчас Находится вот это все Накопление естественно То есть мы стоим уже 4 месяца подряд В принципе может выстрелить Не отрицая То есть может быть Ситуация как по вейвсу Допустим Вот аналогию можно провести Тут мы тоже стояли Вот можно сказать Тоже тут 50% Многие зафиксировали А по итогу Вейвс еще там дал Еще сколько здесь 300% То есть еще в 4 раза Она подросла Поэтому По атому Может быть Та же самая ситуация Ну я не говорю Ну я не говорю Что она в 4 раза Прямо слетит Ну может быть 2х может дать Но опять же таки Здесь она Если перебьет 8 долларов Тогда может улетать Но Пусть она хотя бы Выйдет из канала Там 6 6.4 7 долларов И тогда может идти наверх Ну опять же таки Тоже откупают Но Вниз пока что завалилось Если рынок пойдет На низ То следующая остановка У нее в районе 5 долларов Но здесь 4.2 Поэтому Я бы еще все таки подождал Если будет обвал на выходных Если хотите Конечно можете купить В плане там Средняя срока Долгосрока Дело ваше Ну я бы еще все таки подождал Так Ну и Йота 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 тоже конечно отросла уже Здесь тоже прилично Здесь на 60% Здесь может 50% Но если с текущих значений То процентов на 35-40 Так Ну по Йоте То же самое откуп происходит Ну я делал уже Я уже ее обозревал В общем по Йоте То же самое откуп происходит Пытается ретестить Уровень 37 центов Вниз пока что не валится Половину объема выкупили Ну и будем дальше смотреть Ну я бы уже Скорее всего Ее частично скидывал И распродавал бы В районе 40-50 центов И здесь сколько она Стоила 45 Ну и здесь в районе 56 Если посмотреть Здесь вообще глобально 60 копеек Здесь Ну то есть Она уже практически В хаях находится Но Я бы еще конечно подождал То есть отката Сильного как такового нету То есть мы откатились Понятное дело Насколько здесь Если взять Здесь 15-20 Но если взять По телу свечи Допустим То на 5-10% Мы откатились Не так уж и сильно То есть если мы Остаемся за 37 центов Сегодня И завтра мы Открываемся выше Можем лететь до 45 копеек Ну как минимум Попытаться хотя бы Поэтому будем смотреть Но опять же таки Это не то что Сидеть до конца До 45 Может мы на 43 Или 44 остановимся И по матику Кстати я обещал А по матику Та же самая ситуация То есть я скинул По 30 копеек Сейчас она 31 То есть выкупают Но опять же таки То есть ситуация может быть Как здесь Вроде как выкупают И в итоге мы все равно Провалились вниз Или допустим Как здесь Здесь тоже вроде как Выкупали Отката никакого не было И здесь выкупали Но по итогу Мы завалились Поэтому я Все таки Сейчас бы уже Выходил с монеты И хотя бы Ну частично Зафиксировался Я лично полностью Вышел по 30 копеек Может быть Прикреплю кстати Ордер Скрин Где я закупался Где я продавал Поэтому Будут там Указаны Цены И опять же таки Все это будет указано По бинансу Ну опять же таки По матику Что здесь по матику Пытаемся и тестить Ордер С2 Но опять же таки Можно было выходить В районе 40 копеек Здесь Понятное дело Я по 40 не вышел Я вышел по 30 копеек Мог выйти там По 3-4 и выше Но я Зафиксировался Мне там эти 5-10% Рули особо не играют Поэтому И соответственно Мы доходили До 40 копеек И Доходили до 40 копеек Максимально Поэтому Доходили до своих хаев Вот здесь вот И вот здесь вот Это тоже были хаи Поэтому монетка в хаях Я бы сейчас В покупку точно не заходил Я бы наоборот Скидывал И продавал И продавал бы Если не весь объем Но хотя бы большую его часть Потому что Она может еще пойти наверх Я не отрицаю Ее тут выкупают тоже Но Она уже находится в хаях И все таки Я бы ее скидывал Потому что я скинул Весь объем Что я закупил Я закупал не сильно много Но Закупал Поэтому И ордера прикреплю Так ну что И соответственно Как я обещал Ордера по матику Вот у меня было 5 ноября И соответственно 6 января Я продал Вот 22.15 Вечером я продавал Когда цена подлетела Понятное дело Я увидел Что начали уже Цены падать Ниже 32 копеек И я уже зафиксировался То есть я лимитник выставил И пошел Этим спортом заниматься Поэтому Соответственно По матику Вот я покупал Где здесь По 12 своих 4 Как я и говорил И соответственно Продал по 30 копеек Поэтому Как вы видите Статус филд То есть Исполнено Если бы не было Исполнено Там бы было Либо канцелд Либо анфилд Либо парчерали То есть Частично заполнено Ну а здесь соответственно Филд филд То есть купил я по 12 с половиной копеек И продал по 30 с половиной То есть получается Практически ТХ Там даже Ну 2 с половиной она вышла Поэтому вот такие вот дела Поэтому Как я и говорил Я закупался вот здесь Вот по 12.44 То есть Когда произошло выравнивание Можете посмотреть видеоролик на канале Подзакупался Соответственно По своему паттерну Увидел что движение вниз Остановилось здесь И соответственно Закупился Ну и плюс по битку Это было видно Я ориентировался По большому счету На биток Давайте даже глянем 5 ноября Сейчас глянем 5 ноября Здесь у нас 5 5 ноября Сейчас покажу Где она тут была 5 То есть 5 числа А 5 числа мы тут наоборот Подросли Ну я не помню В общем На что я ориентировался В общем там по моему Был откат по битку Ну понятное дело Он не сразу так вырос Но В общем произошло выравнивание И я уже потом закупался Поэтому 5 числа Ну давайте глянем 5 число 5 по 5 числу Да здесь мы пробили отметку И я соответственно Ну я наблюдал По всем монетам По моему То есть Если 5 То есть по йоте 5 ноября я тоже наблюдал То есть я увидел Что монетки находятся У своих Скажем так низов Приблизительно И здесь вот тоже 5 ноября по йоте Я тоже закупался Поэтому Вот такие вот дела И увидел что Монета вот смотрите Как я смотрел То есть вот здесь Вот я увидел Что монетки находятся У своих низов И надо закупать То есть потому что Цену ниже могут не повезти И видно что здесь уже Мы тестировали уровень И соответственно До этого я смотрел Что все откупили Значит не готовы везти вниз Захотели бы Опустили бы еще ниже Поэтому Находились в низах И я соответственно Докупился И приблизительно Взял здесь профит Ну 50% Пока еще не фиксировал Но потом буду В дальнейшем фиксировать Посмотрим как Будет развиваться ситуация На выходных Поэтому Затянулся видеоролик Но всем спасибо за внимание Показал свой ордер По матику Поэтому Можете тоже ориентироваться По этому паттерну Но опять же таки Ссылка будет в описании Если что Поэтому и в подсказках Поэтому Всем спасибо за внимание Всем удачи И всем пока